Здарова народ, с вами Готика, с вами Сократ, прошло уже 5 выпусков модного приговора, ты по какой-то причине, дружище, мог их просто пропустить, ничего страшного, в этом видеоролике я покажу тебе все 5 костюмов самых лучших, которые мы сделали, но мы на этом не останавливаемся и сделаем еще больше, это своего рода дайджест самых лучших костюмов, которые мы сделали за 5 выпусков. В этих выпусках мы сделали красно-черный костюм банды, главаря банды, стиль банды, сделали 3 косплея на Джанго Освобожденного, на Агента 47 из игры Хитман, а также костюм Клинта Иствуда, и на 8 марта мы сделали трэш костюм, трэш угарный костюм в розовом стиле, вообще не вписывающийся в антураж Дикого Запада. Ну, собственно, приятного просмотра и погнали! Спасибо большое, что поддерживаете наш канал спонсорской подпиской 2-го и высшего уровня. Спасибо! В наших кранах по мере поступления шмота. Приступим к самому костюму. Сверху, на голове нашего персонажа, находится маленький цилиндр черного цвета с красной каемкой на нем. Он является единственным цилиндром такого типа. Аксессуарами для глаз я выбрал очки из сезонного абонемента. На шее находятся банданы с узором черно-бордового цвета. Накидка для нашего персонажа служила добавленная на этой неделе утреннее пальто в черно-красной расцветке. Под ним находится жилет Ричард черного цвета. Для большего антуража и сохранения цветовой гаммы я выиграл в лузу СТ. Перчатки для данного костюма вы можете выбрать сами. На мой взгляд, полно перчатки без промаха от охотников за головами. Спускаясь ниже, мы видим самый черный классический штаник Абрера, который заправлен в сапоги-востин черно-красной расцветки. На сапогах надеты шпоры Гарлен черного цвета, с серым оттенком, так как они являются наиболее подходящими под эти сапоги. Итак, мы разобрали все вещи, которые, по нашему мнению, подходят под этот костюм. Кабуру и оружейный пояс можете выбрать сами, в зависимости от вашего вкуса. Можете надеть, как и у нас, кабуру и оружейный пояс Гаррера, который открывается за уровень профессии охотника за головами. Доводя итог, я хочу сказать, что этот костюм отнял у меня около двух часов реального времени, но он более чем является аутентичным для той эпохи. Продолжая беседу о костюме, хотелось бы рассказать о его принадлежности к РП, составляющей игры. Ввиду своей бандитской стилистики, данный костюм может быть использован на любых незаконных активностях, и также будет достаточно агрессивно смотреться в качестве костюма вашей банды. Красный подклад пальто очень сочетается с караковой окраской бритонской лошади от роли охотник за головами, однако сюда подойдет абсолютно любая черная лошадь. Значит, штаны женские, кабрера, стоят 38 долларов. Штаны мужские, строгие брюки, стоят 30 долларов. Бутсы мужские классические туфли, стоят 80 долларов. Женские сапоги бренхэм, стоят 92 доллара. Галстук, длинный и обязательно красного цвета, стоит 13 долларов. Джак мужской, полевик, стоит 1 голду. Женские свободное пальто с заплатками стоит 78 долларов. Далее мы одеваем рубашку французскую или альтернатива для нее, это повседневная рубашка за 5 долларов. Перчатки с манжетами черного цвета за 42 доллара. По традиции пояс и кабуру выбирайте на свое усмотрение, так как агент 47 не ходил с нечто подобным, и дикий запад нам не позволяет это сделать. Более того, мы не можем воссоздать кольц, которым он ходил, но мы знаем, что он был серебряного цвета, и мы это сделали для косплея. Тут также пожелание. Шикой обойдется вам в 232 доллара и 12 золотых слитков, и женский в 288 долларов и также 12 золотых слитков. Теперь подробнее о деталях. Жилет из овчины, светло-коричневый со светлым мехом. Основная часть костюма и его стоимость 7 золотых слитков. Шляпа охотника, коричневая, потертая, за 14 долларов. Пончо кардена с коричневая, 175 долларов. Верхняя рубашка с воротником, голубого цвета, для мужского персонажа, за 8 долларов. И блуза иньеста, тоже голубая, стоимостью 64 доллара, для женского персонажа. В настройках стиля ставим расстегнутый воротник. Городские штаны с манжетами, синие, 22 доллара. Поношенные ковбойские сапоги, потертого коричневого цвета, за 13 долларов. Шпоры вакера коричневые, 3 золотых слитка. Гравированный пояс стрелка, коричневый, 2 золотых слитка. И не могу не упомянуть самый главный атрибут человека без имени, флотский револьвер, стоимостью 275 долларов, не считая модификаций. Итак, вот что мы использовали для создания данного образа. Шляпа игрока, 35 долларов. Сверху классический сюртук, 18 долларов. Жилет с узором, 55 долларов. Чтобы получить французскую рубашку, которая использовалась в этом костюме, вам придется купить полный костюм Гризли. Строгие брюки, 30 долларов. Классические туфли, 80 долларов. Перчатки для верховой езды, 10 долларов. Лента, 12 долларов. И латунные очки, 5 золотых слитков. Покупаются у мадам Назар. Непременно. Поэтому мы решили сделать костюмы, основываясь на шляпе с пером. И сделать его в розовом цвете. Мы разберем изначально мужской персонаж по ценам и стоимостям. И перейдем плавно к женскому. А классные красивые проходки будут сопровождать весь мой треп на протяжении всего этого ролика. Костюм дамского угодника подразумевает под собой шляпу с пером за 152 доллара. Верхняя одежда это пальто Full Bright розового цвета, естественно. Либо таранка за 270 и 235 долларов соответственно. Далее рубашка. Рубашка Кау Герти за 72 доллара. После чего мы переходим. Перчатки Эйвори. Три голды. Штаны. Строгие брюки за 30 долларов. Сапоги. Цитадель за 79,5 долларов. Шпоры. Склепка нестенджа за 52,5 долларов. Общая стоимость костюма 656 долларов. Вот так плавно мы перешли к женскому костюму. Шляпа Брэд Вэлл за 149,5 долларов. Корсет из Бэлл за 192 доллара. Блуза с рюшами за 30 долларов. Юбка Кресвелл за 80 долларов. Сапоги Роуланд. 104 доллара 50 центов. И ни единого солидка не потрачено. Женский костюм на этой неделе получился дешевле мужского. Но в целом смотрится атмосферненько. Ребята, на этом у нас все. Вот такая выдалась. Вот такие подборки серии вам выдались. Напишите пожалуйста в комментариях. Как вам? Какой больше всего костюм понравился? Чтобы мы делали упор на это. Делать больше косплеев. Делать больше индивидуальных. Делать больше трэшовых костюмов. Нужно ли делать мужские и женские персонажи? Либо делать просто мужские, если женские реально не подходят. Пишите комментарии. Мне они очень важны. Я вообще не знаю, стоит ли продолжать эту рубрику. Или не стоит ее продолжать. Но ваши комментарии очень важны для меня. Также обязательно вступайте в наш дискорд. Все ссылки в описании. Ну а на этом у нас все. С вами был целый отряд Готики. Шира, Тотал Блэк, Элк. Много кто. Уже много кто задействован у нас на ютубе. Также огромное спасибо спонсорам. Ну а на этом у нас все. Встретимся на следующих выпусках Модного приговора. Субтитры сделал DimaTorzok